Всем добрый день, добро пожаловать на подкаст «На паузе». Меня зовут Григорий Фролов и сегодня у нас в студии замечательный гость, адвокат Николай Полозов, изначально известный как один из адвокатов Пусси Райт, затем адвокат Надежды Савченко, адвокат Меджлиса Крымско-Татарского народа и отдельно Чайгоза и сейчас, насколько я понимаю, Рифата Чабарова. Мустафы Джамилева. И про защиту этих людей, про правовые последствия. Я предлагаю начать с Крыма, так как про Крым сейчас, к сожалению, говорят сильно меньше, чем, например, про протесты в России, про Алексея Навального. И вообще, к сожалению, вся крымская тематика немножко уходит в небытие, а хотелось бы все-таки ее поддерживать. Николай, расскажите, какие сейчас дела по Крыму вы ведете? Ну, что касается работы в Крыму, то в настоящее время я участвую в нескольких судебных процессах, связанных с крымскими татарами. Непосредственно в Крыму проходит судебный процесс по делу против Мустафы Джамилева. И его обвиняют в нескольких преступлениях. Российские власти находятся все это на стадии судебного разбирательства, и суд проходит заочно, то есть в отсутствие Мустафы Джамилева. Второй кейс, тоже связан с крымскими татарами, это дело Рифата Чубарова, которого тоже судят заочно, но судят его по обвинению в организации массовых беспорядков 26 февраля 2014 года. Это то дело, по которому Ахтамыч Айгозу российским судом был вынесен приговор в 2017 году. И также его судят заочно, но там целая история, меня не допустили формально в этот процесс. И процесс идет без адвоката, которого пригласил Рифат Чубаров, дали там какого-то назначенного защитника. И мы обжалуем нарушение права на защиту, работаем на перспективу, на ЕСПЧ, это шестая статья Европейской конвенции. Еще один кейс в Крыму находится на стадии апелляционного обжалования, это делал Ленура Ислямова, вице-президента Всемирного конгресса крымских татар. Ислямова обвиняли в создании батальона на гражданской блокаде Крыма и в подрыве опоры, в результате чего был обесточен Крым. Кроме того, его и Чубарова обвиняли в публичных призывах к действиям, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации. И по Ислямову тоже заочно был вынесен приговор, ему дали 19 лет строгого режима. Также я буквально после Нового года вступил в кейс по одному из дел, так называемых «Хизбут-Тахрир», это дело Белогорской группы. Конкретно я принял поручение на защиту Энвера Амерова, которого в январе Южный окружной военный суд приговорил к 18 годам лишения свободы. И для этого человека, наверное, это может быть даже пожизненный приговор, потому что он пожилой человек, ему почти 60 лет. Я, насколько помню, это та самая семья, из которой забрали сразу и отца, и брата, и сына, всех мужчин из семьи. Забрали, судили Энвера Амерова вместе с его сыном, сына тоже осудили, а три года назад осудили мужа дочери Энвера Амерова, то есть это семья, в которой, ну, фактически всех мужчин репрессировали. И, ну, вот эти вот дела, плюс еще одно дело, связанное тоже с Крымом, это дело в отношении крымчанина Ивана Яцкина, которого обвиняют в государственной измене, в том, что он предоставлял сведения, составляющие государственную тайну Российской Федерации, сотрудникам Служб безопасности Украины. Там завершилось предварительное расследование, мы сейчас знакомимся с материалами дела, Ивана Яцкина держат в СИЗО Лефортово уже почти полтора года, но суд по нему будет также проходить в Крыму. Но это дело абсолютно полностью засекречено, там густая, и при таких обстоятельствах защищать человека еще сложнее, потому что одной из граней политической защиты, безусловно, является публичность. Вот, поэтому все эти дела, они, конечно же, требуют существенного внимания, и, к сожалению, я бы делал-то в Крыму гораздо больше, и репрессии в Крыму гораздо масштабнее, но пока вот занимаюсь вот этими делами. А можете чуть больше рассказать, в первую очередь, для российской аудитории, что вообще такое дело Хизбут-Тахрир, и почему именно по этому делу сейчас сидит уже порядка ста человек? Ну, дело в том, что Хизбут-Тахрир — это организация, которая в России была в 2003 году признана решением Верховного суда Российской Федерации террористической организацией, сначала экстремистской, а потом террористической. А в Украине данная организация никогда не признавалась деструктивной, террористической, экстремистской и какой-то подобной. И на момент, на начало оккупации Крыма, в Крыму был ряд мусульман, которые себя считали участниками этой организации. После распространения юрисдикции Российской Федерации в результате оккупации на Крымский полуостров, эти люди оказались под ударом, равно как и многие другие группы населения, которые, по мнению российской власти, неправильным образом трактуют те или иные религиозные постулаты. Например, это свидетели Иеговы, которых также в России репрессируют. Надо отметить, что Хизбут-Тахрир — это не только крымская история, так называемые дела. Непосредственно в самой России были дела, связанные с обвинениями в участии в деятельности и организации деятельности Хизбут-Тахрир в Татарстане, в Баштирии. И можно по судебным решениям отследить, как ужесточалось наказание за участие в этой организации. То есть первоначально людям давали 3-5 лет, сейчас дают за ровно то же самое 12, 15, 19 лет лишения свободы. Там, конечно, фантастические сроки. Да, сроки совершенно чудовищные, при том, что фактически никаких доказательной базы при фабрикации подобного рода дел в Крыму следственные оперативные органы не утруждаются. Достаточно показаний засекреченного свидетеля, который что-то видел, что-то услышал, какой-то лингвистической экспертизы, которую делают те же сотрудники ФСБ в каких-то соответствующих институтах ФСБ. И для суда это более чем достаточно, чтобы отправить человека на два десятка лет в тюрьму. Поэтому дополнительно им еще вменяют попытку свержения конституционного строя Российской Федерации, это статья 278 через 30-ю, поскольку якобы в идеологии Хизбут-Тахрир содержится такой постулат о необходимости построения халифата международного, но мирным путем, то есть без насилия. И российские власти оценивают это как угрозу конституционному строю. На мой взгляд, конечно же, эти дела являются воплощением политики российских властей по отношению к жителям оккупированного полуострова, политики репрессий, внутренней политики репрессий, которая направлена на то, чтобы тех людей, которые были не согласны с последствиями оккупации, запугать, заставить замолчать. Фактически, ну, давайте честно говорить, вся, скажем так, украинскость Крыма на текущий момент держится только на позиции тех людей патриотичных, которые находятся в Крыму. И значительная группа из этих людей, которые не боятся, по крайней мере, говорить о том, что происходит оккупация и так далее, среди них самая значительная группа, это же крымские татары. И именно по ним приходится основной удар. И на самом деле здесь уже не важно, за что их преследуют. Это сфабрикованное дело по обвинению в терроризме или сфабрикованное дело по обвинению в экстремизме или в незаконном пересечении границы. Здесь находится любой повод, тем более, что по последним событиям в Москве, в Российской Федерации, мы видим, что власти могут использовать любые обвинения для того, чтобы осуществлять репрессии, как это происходит в отношении сторонников Навального, которых обвиняют сейчас в нарушении санитарно-эпидемиологических норм по новой статье. Поэтому главное, но если, скажем так, о Навальном и его сторонниках много говорят, и это как бы звучит, то ситуация в Крыму, она остается абсолютно на периферии общественного сознания в России. То есть про Крым либо как о покойнике, либо хорошо, либо ничего. А здесь в Украине все-таки чувствуется определенная усталость, 7 лет оккупации, куча внутренних проблем, война, открытая война на Донбассе. И Крым, и проблемы репрессий в Крыму, они отходят на второй, на третий, на четвертый план по сравнению с такой злободневной повесткой. Есть попытки украинских властей, в частности МЗС, привлечь внимание к этой проблеме, речь идет о Крымской платформе и так далее. Но пока лично я не вижу какого-то серьезного внимания к проблеме репрессий и нарушения прав человека в условиях оккупированного Крыма. Да, к сожалению, мне тоже кажется, что в последнее время даже, собственно, здесь в Киеве условно фраза «верните Крым» звучит очень часто, а вот некоторые, скажем так, детали о том, что там происходит, действительно это все больше уходит, вот, собственно, в наше такое правозащитное сообщество и все меньше это сообщество покидает. Это очень плохая тенденция. Кстати говоря, в контексте Алексея Навального и все, что происходило в России, вот, 23 января и, собственно, на 30-е объявлена новая акция, интересно, что в Симферополе и Севастополе тоже проходили акции против Владимира Путина. Да, я, насколько понимаю, эти акции не были формально организованы штабами Навального, потому что там штаба нет, но, тем не менее, там они попали во все их чат-боты, и туда вышло довольно много людей, и это, конечно, очень забавная история, потому что, ну, во-первых, это, конечно, акции, которые касались, безусловно, внутренней повестки, а во-вторых, это были супер антипутинские акции, и когда думаешь про Крым, и, собственно, в том числе, и про то, что люди как бы-то в поддержку крымских татар, например, особенно не выходят, но тут вот вышли, соответственно, с лозунгами «Путин вор, Путин уходи, и Свободу Навальному» — это довольно странная ситуация. Ну, этому есть определенное объяснение. Во-первых, все-таки прошедшие почти семь лет с момента начала оккупации показали, что даже лояльные на тот момент, на момент 2014 года, к вот этим территориальным изменениям жителей Крыма, граждане Украины, которые приветствовали приход российских войск, распространение юрисдикции, ходили на референдум, поняли, что все-таки та Россия, которую они себе представляли по телевизору или в каких-то своих фантазиях, она отличается от России, которая непосредственно захватила Крым. И вот эти пресловутые камни с неба, они, ну, достаточно ощутимо ударили и по кошелькам этих людей, и по, скажем так, их разбили, их вот эти влажные мечты о том, что при России все будет замечательно, да, в Крыму. Но и это прождало определенный протест, то есть там есть уже своего рода оппозиционные активисты, там Акимов какой-нибудь, который сначала в числе казаков приветствовал Россию, сейчас он является критиком режима и подвергается там каким-то тоже административному давлению. Это тот же Зубков со своим зоопарком, значит, Тайган, который боевых львов отрежал в марте 2014 года, чтобы, значит, они защищали российские войска, входящие в Крым, а потом оказался в СИЗО Симферополе в какой-то момент. Ненадолго, но оказался. Это первый момент, то есть есть определенные разочарования, есть определенная усталость от России и от внутренней политики российской. Второй момент заключается в том, что все-таки российские власти проводили достаточно обширную и проводят программу по колонизации Крыма. И мы знаем, что население Крыма за эти 7 лет почти увеличилось за счет того, что фактически организованно происходит завоз людей, миграция людей с материка в Крым. Активно строятся различные жилищные объекты, объекты инфраструктуры в Крыму, например, в Симферополе, не просто квартал, целый район построили рядом с меганомом и выкупили там квартиры исключительно люди с материка. Это идет речь и об увеличении воинского контингента, и о ротации силовиков, судей, прокуроров и так далее. Это и речь идет не о том, что приезжает какой-то специалист, они же приезжают с семьями, у них есть дети, в том числе молодые люди и так далее, которые никогда не были в украинской повестке, которые привезли с собой российскую повестку, свои мировоззрения и так далее. И я думаю, что вот эти выступления в Севастополе и Симферополе по внутренней российской повестке, это как раз компиляция из тех людей, которые, а, граждане Украины, которые втянулись в российскую повестку за вот эти 7 лет и ощущают себя гражданами России, но при этом не испытывают каких-то верноподданнических чувств по отношению к Кремлю и к приходу России. И второе, это как бы люди, которые туда приехали и которые уже с этой повесткой там находились. Но я могу сказать так, ответ будет абсолютно жесткий, что по отношению к крымским татарам, которые не участвуют в этой внутренней российской повестке, что и по отношению к этим людям, которые выходят в поддержку Навального. В ГУЛАГе все одинаковые, все являются пылью и ничем. Их в эту лагерную пыль будут старательно растирать. Да, очень сложно с этим не согласиться, учитывая то, во что превратился Крым действительно за эти годы. Такой вопрос. Насколько я понимаю, недавно вышло решение Европейского суда по правам человека, который принял к рассмотрению жалобу Украины против России, в том числе по Крыму, и признал ряд фактов происходящего там в беззаконе, в том числе административный порядок рассмотрения кейсов. Вы могли бы немножко рассказать, чем важно это дело и что оно вообще изменит? Действительно это важное дело, это межгосударственная жалоба Украины против Российской Федерации. Всего таких жалоб было подано несколько. Они охватывают разные периоды как оккупации, так и действия Российской Федерации на Востоке Украины, на Донбассе. И на текущий момент это первое решение Европейского суда по правам человека, которое касается поданных жалоб. Это было решение о преемственности первой жалобы. То есть суд принял решение, что эту жалобу можно рассматривать большой палатой. И она охватывает период с 27 февраля 2014 года, то есть с момента начала фактической оккупации Крыма до конца августа 2015 года. То есть фактически полтора года. Решение крайне важно тем, что Европейский суд в силу того, что он не полномочен решать вопросы суверенитета между государствами, не предусмотрено это его уставом, не предусмотрена Европейская конвенция о защите прав человека, которая регулирует деятельность суда. Суд был вынужден обходить этот вопрос, но все равно оккупацию каким-то образом необходимо было обозначать, потому что это крайне существенный фактор, который влияет на множество аспектов рассмотрения этого дела. И Европейский суд по правам человека принял такое решение, что Россия осуществляет эффективный контроль над территорией Крымского полуострова. Что такое эффективный контроль? Это не территориальная юрисдикция, которая существует у государств и распространяется на всю территорию государства. Это эффективный контроль. Если перевести с международного правового языка на обычный, Европейский суд по правам человека сказал, что это оккупация. И несмотря на то, что российские власти осуществляют властные полномочия на территории полуострова, судят, арестовывают и так далее, выносят какие-то решения, все равно фактически Европейский суд подтвердил, что Крым является территорией Украины. Просто сейчас контроля у украинских властей над этой территорией нет. Второй существенный момент – это начало оккупации. Российские власти пытались, в том числе в Европейском суде по правам человека, доказать, что контроль над территорией полуострова начался после референдума. То есть, когда произошло волеизъявление, якобы волеизъявление жителей Крыма, вот после этого Россия пришла и начала выполнять свои функции государства. И суд опроверг это утверждение. Фактически суд установил, что момент начала оккупации – это момент захвата вот этими зелеными человечками, а фактически военнослужащими Российской Федерации, о чем впоследствии даже Путин лично признавался. Это произошло в ночь с 26 на 27 февраля. И таким образом, с этой даты Россия несет ответственность за те административные практики, которые происходили на территории полуострова. Административная практика – это совокупность действий различных органов и должностных лиц, зачастую взаимосвязанные и скоординированные. И фактически суд подтвердил, что те нарушения прав человека, которые были зафиксированы Украиной, которые были переданы в этой жалобе на рассмотрение суда, являются сложившимися административными практиками действий российских властей. То есть, начиная с похищений, начиная с нарушения права на передвижение, незаконные аресты, незаконные суды и так далее, все это суд признал, что он может это рассмотреть, и ответственность за это, в случае, если эти факты будут подтверждены, будет нести Российской Федерации. То есть, правильно я понимаю, что самое главное во всем этом решении – то, что все те дела, которые подавались в ЕСПЧ за эти 7 лет по Крыму, теперь по ним могут официально быть решения, и по ним Российская Федерация теперь может официально проиграть дело, так как она ответственна за эту территорию. И что до того, как вышло это решение, эти дела не могли быть просто закончены, потому что по ним была спорная юрисдикция. Так, и второй аспект заключался в том, что все жалобы индивидуальные, которые подавались по Крыму и по Донбассу за прошедшие 7 лет, то есть с момента начала оккупации Крыма, фактически ставились европейским судом в лист ожидания, поскольку решение по межгосударственной жалобе должна выносить Большая палата в целях упорядочения практики суда, нельзя было допустить, что какие-то решения по каким-то индивидуальным жалобам вдруг могут противоречить решению Большой палаты. Поэтому сначала рассматривается жалоба большая, затем уже индивидуальный в контексте того решения, которое было принято. На текущий момент есть основания полагать, что часть жалоб могут быть рассмотрены после этого решения ЕСПЧ, но пока информации об этом я не видел. Как вы думаете, есть какая-то оценка, сколько этих жалоб сейчас находится? Да, по оценке заместителя министра юстиции Украины Ивана Лещины на текущий момент в европейском суде более 7 тысяч жалоб из Крыма и Донбасса. Еще один важный момент, который установил Европейский суд в этом решении, это то, что суд не признал юрисдикцию российских судов в оккупированном Крыму с 27 февраля 2014 года. Суд указал на то, что данные суды были созданы не на основе закона, и это является безусловным нарушением статьи 6 Европейской конвенции защиты прав человека и права на справедливое судебное разбирательство. И потенциально, если Европейский суд по правам человека примет итоговое решение, можно будет отменить в принципе любое решение, признать незаконным, любое решение, которое было вынесено любым крымским судом в тот период, который определил Европейский суд по правам человека. Это очень серьезное, важное решение, которое закладывает основу для очень большого количества жалоб в ЕСПЧ. Ну и чудненько. Ну, будем, как говорится, надеяться, что это все произойдет быстрее. Сроки. Главная проблема – это сроки. Европейский суд 6 лет думал о том, когда принять это решение и как. Решение по Грузии, например, аналогичное по межгосударственной жалобе на это ушло почти 12 лет. И, конечно же, хотелось бы, чтобы эти сроки были все-таки более реалистичны, потому что это сопоставимо с теми сроками, которые заявители по этим жалобам получают в российских судах по сфабрикованным уголовным делам в рамках вот этих вот репрессий. Россия, конечно, уникальная страна в этом смысле, потому что из 26 межгосударственных жалоб в ЕСПЧ сейчас уже две, собственно, касаются России. И то же самое в Международном уголовном суде. То есть, когда Россия может оказаться первой страной в истории сразу в двух процессах в Международном уголовном суде, тоже по Украине и Грузии. Мне вообще кажется, что Украина здесь таким стала немножко драйвером, в том числе рассмотрения по Грузии, потому что Украина как-то и вообще конфликт в Украине сильно выше находится в рейтинге, можно сказать, международных разбирательств, чем грузинский. И как только вопрос по Украине решается, параллельно за ним следует еще решение вопроса, связанного, соответственно, с Грузией. Это хорошо. Николай, раз уж мы с вами здесь сидим, не могу не задать вопрос, касающийся, собственно, основного медиафона и основных событий, которые происходят на этой неделе. И я так понимаю, мы будем еще в них находиться некоторое время. Это всероссийский огромный протест за освобождение Алексея Навального. Хотя я думаю, что все-таки освобождение Алексея Навального в данном случае это скорее такой главный лозунг. В общем, смыслов этого протеста сильно больше. Всю эту неделю, вот, собственно, начиная с 25-го числа, мы наблюдали за тем, как заводятся новые уголовные дела. В этот четверг, нет, в эту среду, соответственно, были обыски у... Ну, просто везде, да, у ФБК и в студии, в офисе, у всех ключевых членов команды Навального, у ряда журналистов, в том числе у редактора медиазоны Смирнова. Участковые ходили по всей Москве и искали, значит, известных людей, и рассказывали им, как они неправы. В общем, происходит, мне кажется, какой-то дикий трэш, который, в общем, даже по российским меркам так обильно некоторое время не происходил уже. Даже, в общем, довольно давно не происходил. Даже, собственно, протесты в Москве, которые привели к появлению московского дела, мне кажется, не производили такого количества активности силовых ведомств, причем в данном случае не только в Москве, но по всей России. Можете немножко описать сейчас, что за производство начато уже по этому поводу, и куда это вообще в ближайшее время приведет, какая ваша оценка, какие ожидания? Ну, я, пожалуй, начну с конца. Мы действительно наблюдаем в России тренд на усиление репрессий в отношении накомыслящих граждан и непосредственно задержание Алексея Навального на 30 суток и предшествующая ему история с отравлением. Они указывают на то, что российские власти не только занимаются, скажем так, как официальной репрессивной какой-то истории, но и осуществляют такие, я бы сказал, массовые скрытые политические убийства. И вот при таких обстоятельствах говорить о том, что в России может что-то улучшиться, совсем не приходится. Но если вернуться к этим протестам, действительно, для них есть определенная подоплека, уровень жизни у людей падает, людей, которых устраивает государственная политика, становится меньше, и многие люди, которые, может быть, и были лояльны режиму, они, ну, так или иначе, несмотря на пропаганду, несмотря на все усилия режима по сохранению лояльности у своих граждан, так или иначе, находят в себе силы, ну, по крайней мере, высказаться об этом вот в такой форме, в форме какого-то протеста. Власть на это реагирует достаточно нервно, и совершенно очевидно, что ответ на вот эти выступления будет очень жесткий. Он уже, как бы, беспрецедентный по количеству задержанных людей после мероприятия, я таких цифр, честно говоря, не помню, даже когда были массовые протесты 9 лет назад в России, так называемые болотные выступления и так далее, такого количества задержанных не было. У людей есть мотив и в том, что все-таки за год, за прошедший год, в связи с коронавирусными ограничениями, фактически была деактивирована общественная жизнь, уличная жизнь, никаких мероприятий проводить нельзя было, вплоть до того, что были запрещены одиночные пикеты. И у людей все равно существует, скажем так, желание выйти, продемонстрировать чувство собственного достоинства, продемонстрировать какое-то чувство единения. И тут мы видим, что власть идет по пути максимального ужесточения, максимального сопротивления этим выступлениям. Конечно же, перед глазами Путина не только Майдан, как это было в период с 2014 года, но и события в Беларуси. Он видит, что в принципе даже значительные массовые выступления по меркам Беларуси, когда выходило больше сотни тысяч человек, это гораздо больше, чем больше сотни тысяч человек в Москве, но режиму Лукашенко удалось купировать эти выступления и фактически удержать власть. Это готовый рецепт для Путина и в случае с российскими событиями. Тем более, что помимо Лукашенко есть и опыт Мадуро, и ряд других, скажем так, диктаторов, которых Путин так или иначе поддерживал, и у них получилось. А как вы думаете, вот мне кажется, одна из ключевых вещей, которую мы увидели в Беларуси, я, если честно, все-таки рассчитывал, что это получится, протестующим не удалось вбить клин между силовиками и Лукашенко. То есть лояльность силовиков в Беларуси, она какая-то совершенно фантастическая. Ну, в этом нет ничего странного, потому что мы знаем, что Лукашенко в этот момент поддержал Кремль, поддержал финансово. По некоторым данным, скажем так, вознаграждение сотрудников украинского, прошу прощения, белорусского ОМОНа было серьезно увеличено. И я слышал цифры, что бойцам платили от нескольких сотен до тысячи долларов в день за подобные сдерживания. Это прошу хотя бы не за голову, да? Не за голову, да. И это, безусловно, в условиях, когда у них не очень высокие зарплаты, мотивирует, скажем так. Это большие затраты для режима, но Москва же спонсирует. А как вы думаете, российские силовики, они настолько же лояльны Кремлю, насколько белорусские Лукашенко? То есть можем ли мы себе представить, что при определенном уровне дополнительных финансовых затрат в одном из московских СИЗО будет происходить то же самое, что происходило в Окрестино с такой же системностью, наглостью? Оно уже происходит в гораздо меньших масштабах. И мы знаем, что российские силовики применяют пытки. Это ни для кого не секрет. Причем, как и в отношении граждан Украины на оккупированных территориях тех же крымских татар, так и в отношении россиян вспомнить хотя бы дело новой величия или сеть, или что-то подобное. Где пытки электричеством, попытки изнасилования и так далее. В этом смысле ничего нового, они разве только массовость такого, скажем так, обращения с гражданами. И очень показателен пример вот этой питерской истории с женщиной по фамилии Юдина, которую пнули в живот. Фактически власть бросила ресурс на то, чтобы всячески, что называется, отмазать этого сотрудника полиции. И тот же депутат Госдумы Хенштейн, который сначала, значит, отправлял запрос, чтобы наказать и так далее, потом этот запрос забрал. И совершенно очевидно, была команда на то, чтобы обелить этого сотрудника. На эту женщину уже оказывается давление. Вот буквально сегодня я читал, что ее детей там в армии уже срочно хотят призывать, еще как органы опеки какие-то. Это сигнал силовикам, не бойтесь, вам ничего не будет. Даже если вы будете, условно говоря, отрезать головы на площади, мы вас прикроем. Потому что это ради интересов режима, ради интересов Путина. И я абсолютно не удивлюсь, если в какой-то момент, в случае, если эти протесты будут усиливаться, репрессивный аппарат использует весь арсенал. И комплексы, и стена, и водометы, и резиновые пули. Может быть, даже если будет необходимо, у меня нет никаких сомнений, что будет дан приказ на открытие огня боевым оружием. Никаких сомнений у меня в этом нет. Я вижу, что по последним выступлениям, то, что было 23 января, что растет уровень агрессии. Причем он растет и с одной, и с другой стороны. К чему это может привести? Я, честно говоря, мне сложно сейчас сказать, приведет ли это к какому-то гражданскому расколу и так далее, в войне гражданской. Потому что, давайте откровенны будем. Сколько человек вышло на протесты 23 числа? А по всей стране 200 с небольшим тысячей. Из 100 почти 45 миллионов. Это очень небольшие цифры. И мы видим, что подавляющая часть населения все равно так или иначе сохраняет лоялистские настроения по отношению к режиму. Пока, видимо, нет того предела, когда действительно вот этот протест будет уделом не какой-то небольшой группы, относительно небольшой группы, причем сознательно маргинализируемой властями. А когда это будет иметь действительно народные массовые выступления? Ну, будем, как говорится, за этим наблюдать. Я думаю, что самое важное, что мы увидели 23 числа, так это в первую очередь не то, что происходило в Москве, а действительно, наконец-то, массовые многотысячные митинги в регионах. И я думаю, что это в данном случае самое важное. Я вот никогда не верил, что Москва — это самое важное место в стране. Если мы действительно увидим расширение протеста в регионах, я думаю, что всем будет и безопаснее, и проще. И тогда будет какое-то, не знаю, движение перемен. Спасибо вам большое за разговор. Николай Полозов, адвокат, много кого. Мне кажется, мы попытались их сегодня всех обсудить понемножку. Спасибо, что смотрите нас. Подписывайтесь на наш YouTube, подписывайтесь, оставляйте комментарии, если вы слушаете нас на подкастных платформах. И до скорых встреч!